Туле Туле Есть такая истина, и всегда ее мы говорим, что война не закончена, пока не захоронен последний солдат. Но сегодня мы продаем земле и останки нашего земляка, который в годы Великой Отечественной войны защищал наш город Тула, наш город Герой Тула, как житель города, нашу Рудину и отдал самое дорогое, что у него было, это его жизнь. В 70 с лишним лет он пролежал в той позе, ну там, видимо, попал снаряд, и вот как упал человек, так он и пролежал в этой позе, причем там совсем не глубоко. Ну там еще порылись, вот нашли даже, вчера уже нашли, его тут штружка, там, ну вещи еще, патроны там, все-все-все. Я думаю, что есть смысл, может быть, даже, ну сейчас с ним вместе, уж пролежал он с ними 73 года, и вместе с ним, как говорится, там, зарыть все это. Ирина Зарубина выразила огромную благодарность администрации Тулы, сделавшей исключение и захоронившей останки Петра Зарубина на мемориальном участке Всехсвятского кладбища, там, где лежат останки бойцов Тульского рабочего полка. Здесь рядом они гибли, тут же их и хоронили. Наш дед ведь тоже мог бы воевать в Тульском рабочем полку, сказала внучка воина. Петр Зарубин родной брат моего прадеда. Их было пять братьев, и мы о них, на самом деле, очень мало знаем, потому что дед мой уже, он ушел уже давно, 20 лет назад. Нашли его в Калужской области, рядом с поселком Гретня, деревней Гретня. Там в 42-м летом шли очень ожесточенные бои, и когда мы приехали туда вчера забирать останки, а после этого поехали, собственно, на место, где его нашли, это произвело достаточно сильное впечатление, потому что там все просто изрыто траншеями, воронками от взрывов. То есть прошло 70 лет, а там до сих пор даже ходить нельзя нормально по полю, потому что ты куда-то проваливаешься, падаешь, и его нашли в одной из таких воронок. Как он погиб, так он там и лежал в земле, присыпанный на два штыка. Я поговорил с искателями, с поисковым отрядом, они говорят, что вот в этой местности до сих пор лежат десятки тысяч людей, там на два штыка лопаты. Вот так, копни, и в кости вещи попадаются, и опознать их достаточно трудно бывает. Так что нам очень повезло, что нашел семенной портсигар, на котором он сам вырезал свое имя, и смогли его опознать таким образом. Просто один из десятков тысяч случайно нашелся, и семенным портсигаром вот так. Петр искала, целый месяц искала родных, близких, родных, ну, чтоб он их отец был. Ну, не нашла ведь, а они в Туле, не нашла никого. А почему? Потому что дети умерли, родители умерли, и у некоторых и внуки умерли, правнуки остались. Вот мне 80 лет, я вот жива, вот я их собрала, все мои зарубины, весь мой выводок. А тех нету, и никого вообще нету. Сегодня в России отмечается День неизвестного солдата, но герои не должны оставаться безвестными. О них должны знать земляки, ими должны гордиться родственники. Наверное, это высшая справедливость, что ныне живущие поколения зарубиных теперь будут хранить память о своем предке, павшем в Великую Отечественную войну. Елена Хворостенко, Сергей Фоночкин, Теле Тула.